Покрышки, использовать которые опасно для жизни, продают в нижегородских магазинах. Появились крупные шинные центры, где очень дешево продают почти новые покрышки. Как их делают? Берут старую лысую покрышку, прорезают протектор. Обычный, среднестатистический, невнимательный водитель ничего не поймет. Хорошо, если потом на шиномонтаже, например, ему раскроют глаза, и с широко раскрытыми глазами водители идут разбираться в этот шинный центр. Может в любой момент взорваться. Того, что нарезаны, и вы не говорите, у вас что в объявлении написано? С другом решил поехать купить шины для машины. Нашли объявление на авито, то есть написано, что бушные шины, нормальные диапазон цены. Мы решили поехать посмотреть, приехали, тем не менее мы не особо разбираемся в шинах. Мы приехали, посмотрели, такой, ну да ты что, она как, ну вот, вот, типа, и я купил ее. Деньги отдали, поехали на шиномонтажку к знакомым, и знакомый нам говорит, что вы смотрите, что у вас с шинами, то есть показал, что индикаторы срезаны, то что шина нарезанная, да, то есть итог такой нарезанной шины, да, то есть под давлением в колесах, да, то есть любая кочка на трассе, это ДТП, это взрыв колеса, да, то есть и пострадавшие, естественно, да, то есть непонятно там сколько машин может быть, да. Я бы ее *** не купил, *** нормальная, как новая. Так вы напишите в объявлении, что она нарезанная, что она *** может. С руганью, ну, они отдали, как бы, деньги сразу, потому что мы парни, парни крепкие, вот, и так бы забрали сами. То, что знакомый в шиномонтажке помог, это вот, ну, у нас так получилось, а то, что вот другой приедет в шиномонтажке, они не посмотрят, поставят просто, да. Ну такие простые, а почте... Потом с семьей на дачу поехали, и, вот, ну, ДТП. Если бы они говорили, что, да, действительно, вот она нарезанная, вы берете на свой страх и риск, другое дело, вот, но они говорят, что она как новая, то есть она прям, вот, то есть немножко катанная. Во всей России тогда, вот, общаетесь прям, со всей России. В смысле, со всей России, во всей России *** типа нормально, надо... Ну, они спокойно понимают, что они обманывают, да, то есть и просто вот, ну, во всей России обманывают, и мы будем обманывать. Они же это режут сами. Сами? Это как? Я думаю, что у них есть оборудование такое, нарезающее именно резину. И вот они и барыжат, и навариваются они так просто, и все. То есть они покупают вот эти вот покрышки, ну за 500 рублей, за 400, да, и потом вот вырезают, нарезают, продают за 3 тысячи. Да, то, что там с людьми будет, им на это вот совершенно наплевать. Делают такой вид, что мы ничего не знали, мы же вот сказали бэушное. Ну, блин, то есть бэушное и резаное – это разные вещи. Вместе с этими водителями мы еще раз посетили этот шинный центр. Подобной резаной резины там действительно много. Вот это обрезанное, вот коржи. Индикатор вот видите? Вот коржи. Это индикатор износа, то есть ты по нему можно судить, что вот она не резаная, потому что он есть. Да, то есть вот можно посмотреть сюда, она видит как будто новая, то есть да, и индикатора нет. Давайте покрутим и посмотрим со всех сторон. Вот индикаторы. Нет. Нитки прям удобно, видите? Этого индикатора нет, он срезан. То есть потому что она нарезанная, то есть естественно вот, ну, то есть толщина шины уменьшается, и возможность ее лопнуть увеличивается. Слушайте, ну, мы продаем всякую резину, независимо от того, нарезанная она. Ну, подавленная, как новая эта резина? Слушайте, ну, за продавца это я не могу, правильно, как бы. Ну, вы как, вы вообще говорите, что нарезанная у вас перед тем, как мы продаем? Ну, нет, на самом деле при... Ну, вот еще одна резина, смотри. Не, на самом деле, да, там, как бы об ассортименте есть любая абсолютно резина, это уже от потребителя зависит, какую, то есть он сегмент себе может позволить. Резанная резина, она, соответственно, дешевле. Вы ничего не сказали, что нарезанная, он сказал, что она как новая, посмотрите, она как новая, то есть она вот немного катанная, да, и ребятам нужна дешевая, прям вообще дешевая-дешевая резина. Нет, я... Пожалуйста. 3000? 3000. За одну резину? 3000 за одну, да. Да, ну, как бы, ну, было от вас хоть одно слово, что нарезанная. А что я должен еще сказать о резине? Резина есть буу. Вот, буу, буу, буу. Много. Вы людей убиваетесь здесь? Слушайте, в копейси. Я, Сергей, меня, я никого не убиваю. Почему этот человек себе позволяет клевету вот такую распространять? Принакамер, причем. Если эта шина лопнет на трассе, предкорно приспорить 90 метров в час, и будет ДТП, кто будет виноват? Вы меня обвиняете в том, что я кого-то убиваю. Это вот делается на кратеру. Вы работаете, вы работаете на людей, которые обманывают людей. Это, кстати, 29-я статья Уголовного кодекса России. Из-за которой... Да давайте, мне можете назвать состатистику как угодно, мне наплевать. Я говорю, что вы режете резину, вы режете резину, которая может лопнуть у людей. Не кричите меня. Пройти можно, пожалуйста? Нет, что? Нас рассудит суд? Все верно? Нет, все верно. Правильно? Правильно? Это будет по-граждански, это будет в рамках правового поля, и это у нас рассудит. Правовое поле людям продавать такую резину? Это решит суд, правильно? Сергей, вы так хорошо разбираетесь в законах, в шинах разбираете. Я вам задаю вопрос, вы сами прорезаете резину или нет? Девушка, я занимаюсь менеджментом. Я еще раз вам говорю, технологии изготовления шины. Я не знаю, там, что, постобработка какая-то. Этим я не занимаюсь. Пригласите нам человека, который разбирается. Сейчас я один свободен и могу ответить на ваши вопросы. Вот как, вы приходите в большую корпорацию или в большую компанию, где есть один человек, который отвечает, ну, пресс-секретарь, соответственно, вы же не задаете вопрос самому директору, правильно? Или изготовителю, или технологу. Для этого нужно подготовиться, подготовить людей. У вас в шиномонтаже есть пресс-секретарь? Ну, у нас организация большая, да, есть. Есть? Да, есть, это я. На этом зарабатывая деньги, да, то есть наживаясь на обычных людях, да, которые пытаются как-то вот сэкономить немножко, да, то есть купить резину подешевле. Если вдруг кто-то думает, что подобные шины, это, в общем-то, не слишком опасно, то это не так. Вот мнение эксперта. Это крайне опасная вещь по причине того, что, когда нарезают колесо, нарушают конструктив технологический, который был уже создан на производстве. Если обратить внимание на шину, протекторный слой уходит за счет того, что он ходит по асфальту, остается слой, так называемый кордовый бандаж, который удерживает протектор. Остается 2-3 миллиметра, и на 2-3 миллиметров они нарезают. Практически ничего не остается. Просто-напросто в какой-то момент колесо взорвется, и это будет, может быть, трагично. Бизнес, экономия, покупают очень дешевые бэушные колеса, не знаю, в каких условиях они сохранялись, не знаю, как они эксплуатировались. Восстанавливают, зарабатывают деньги. Кстати, для грузовиков действительно есть восстанавливаемые шины, которые можно нарезать повторно. Но ни для легковых автомобилей, ни для кроссоверов восстанавливаемых шин не существует. Какой-либо уголовной статьи за продажу подобных покрышек нет. Так что, граждане, будьте бдительны, покупая подобный товар.